Перспективы развития экономики и взаимодействия власти с бизнесом Эти темы стали основными на прошедшем в Москве съезде Общероссийская организация «Деловая Россия» Его участникам выдалась возможность обратиться к президенту России с предпринимательскими инициативами Как поддерживают бизнес в регионах и какую оценку эксперты дают Чувашской Республике Подробности в репортаже Дмитрия Ковалева За 15 лет организации «Деловая Россия» удалось объединить огромное количество предпринимателей по всей стране А ведь все начиналось с небольшого сообщества Тогда его основатели поставили цель вывести несырьевой бизнес на первые позиции Подводя итоги работы, участники юбилейного съезда говорят, сделать это удалось Здесь участвуют все регионы Российской Федерации Во-вторых, участвуют достойные, состоятельные предприниматели Российской Федерации Которые смогли заморализоваться, идя на определенные риски Беря на себя огромную ответственность, создавали тысячи и тысячи рабочих мест И эти рабочие места, они на сегодняшний день отличаются по высокопроизводительности То есть это высокотехнологичные рабочие места в новых современных инновационных предприятиях На заседаниях больше уже обсуждаем конкретные задачи, конкретные вопросы решаем Новые технологии узнаем, новых партнеров по регионам находим И сотрудничаем, и участвуем во всех регионах заседания Для предпринимателей в стране продолжат создавать зеленый коридор Снижение административной нагрузки, льготные кредиты И упрощение процедур при строительстве производственных площадок Это задачи на перспективу Главная задача этого форума – найти инструменты развития бизнеса в регионах Эксперты отмечают проблем немало Решить их возможно, только объединив усилия властей и предпринимателей Впрочем, по прогнозам, деловой климат в стране улучшится в ближайшие годы Президент России Владимир Путин отмечает Российскому бизнесу необходимо предоставить максимальную свободу Деловая репутация вновь становится ценным активом отечественных предпринимателей Вижу в этом возрождение исторических традиций И, конечно, значимый фактор общественного уважения, доверия к бизнесу Рассчитываю на успешные результаты в работе созданного по вашему предложению Агентства по технологическому развитию А также на ваше участие в реализации национальной технологической инициативы Собственные передовые разработки повысят конкурентоспособность наших компаний Региональные власти и предприниматели должны стать партнерами, говорит президент На местах необходимо создавать благоприятную деловую среду Приоритеты и перспективы не можем определить мы Их должны определить сами бизнесмены Но, наверное, важные приоритеты, о которых сейчас вся страна говорит, это, конечно, экспорт Здесь очень важно, чтобы вот этот прямой диалог, который, я знаю, в Чувашии между бизнесом и губернатором есть Между главой, как бы, да, он сохранялся Мне кажется, очень важно, когда в регионе есть взаимопонимание между региональной властью и бизнесом Региональной власти и обществом существует определенный кредит доверия И это все способствует тем инфраструктурным переменам, которые мы видим, в частности, в Чувашии Регионы, отмечают эксперты, должны быть заинтересованы в приходе инвесторов Большинство предпринимателей при выборе площадок ориентируются и на рейтинг инвестиционной привлекательности В нем Чувашская республика поднялась с девятого на шестое место Рейтинг, например, состояния инвесклеймата, он оценивает, что он оценивает даже не столько состояние инвесклеймата Сколько усилия по улучшению этого состояния Эти усилия, их предпринимает, их должна предпринимать команда, команда главы субъекта Поэтому президент Чувашии, эксперт Игнатьев, это, я считаю, хороший образец руководителя Который понимает, что сильный регион, это сильные предприниматели региона Я не раз была в Чувашии, я могу сказать абсолютно точно Чувашия это очень инвестиционно привлекательный регион, причем во всех сферах Вот я, например, обсуждала вопросы развития строительства, малоэтажного строительства Развития жилищно-коммунального хозяйства, инновационных проектов, связанных с теплоснабжением, водоснабжением И я вижу огромный потенциал для привлечения инвестиций и для реализации этих инвестиций на территории Чувашии Тиражируются лучшие практики, никто не мешает тому или иному региону, у которого есть какие-то недоработки в том или ином направлении Будь то регуляторная среда, финансовые инструменты поддержки малого бизнеса, присоединения к сетям и так далее Мы видим, что в состоянии радикально улучшить это И Чувашская республика это прекрасно продемонстрировала И, безусловно, в этом заслуга и правительства, и главы республики Проекты бизнесменов Чувашии проходят непростой отбор федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства С представителями заводов республики ее президент провел две рабочие встречи Мы финансируем проекты в Чувашии, потому что там выполняются все наши требования, а требования наши очень простые Это понятный рынок, это понятные взаимоотношения с банком, тогда мы с банком делим риск и даем гарантию Инвестиционная привлекательность региона, она складывается не только из платежеспособного спроса Она складывается еще из отсутствия административных барьеров или их размера этих барьеров Усилий предпринимателей на их преодоление В этом смысле республика хороша Хороша и то, что выстроена, если хотите, жесткая вертикаль В данном случае это позитивно Чувашия повернулась лицом к бизнесу В этом смысле, конечно, есть большая роль руководителя региона Потому что от руководства зависит очень многое Конечно, все зависит от климата, от земли, от количества промышленных предприятий Но инвестор никогда не придет, если он не понимает, что власть заинтересована в его приходе Точки роста в республике обозначены В условиях санкций взят курс на реализацию программы импортозамещения За счет малого и среднего бизнеса республика показывает экономический рост Очень хорошо растет агробизнес И, естественно, те отрасли, которые получили хорошую возможность После начала антисанкций, антисанкций Это пищевая промышленность, это агробизнес Это возможности, я бы сказал, большие в машиностроении В частности, в альтернативном производстве Диалог предпринимателей и государства продолжится Устойчивый рост российской экономики, отметил Владимир Путин Во многом зависит от того, насколько станет благоприятной бизнес-среда Инициативы участников этого съезда лягут в основу ежегодного послания президента Федеральному собранию страны Медрик Ковалев и Андрей Шоклев Республика из Москвы